В этом видосике мы опять и снова затронем тему фигурного катания. Ведь по мнению многих людей, это один из самых зрелищных видов спорта, за которым следят миллионы зрителей со всего света. Отличительной особенностью этого ледяного спорта являются очень сложные многооборотные прыжки, артистизм и хореография фигуристок, и конечно же то, во что они одеты. И вот по этому поводу мы отправимся на несколько десятилетий в прошлое, а точнее в 1980-е года. В то время очень сильно выделялась одна известная на весь мир немецкая фигуристка, двухкратная олимпийская чемпионка Катарина Витт. По мнению некоторых специалистов, именно из-за ее бесстыжего и неприличного наряда Международным союзом конькобежцев были внесены изменения в правилах. Катарина Витт в 80-х годах прошлого столетия была, наверное, самой лучшей и успешной известной фигуристкой. Многие ее считали самой фигуристой и красивой спортсменкой. Журнал «Тайм» даже назвал Катарину самым красивым лицом социализма, хотя что касается ее лица, то тут уже, по-моему, на любителя. Катарина Витт является двухкратной олимпийской чемпионкой в одиночном катании, четырехкратной чемпионкой мира, шестикратной чемпионкой Европы и восьмикратной чемпионкой ГДР. И была даже автором нескольких исторических рекордов. К примеру, она одной из первых смогла исполнить тройной флип в 1981 году. Но свои основные победы она одерживала только благодаря двум своим основным тройным прыжкам – Сальховом и Тулупом. Конечно, в наше время с таким арсеналом прыжков далеко не уедешь, но в то время это было достаточно, чтобы стать олимпийской чемпионкой. И вот как раз об одной из такой олимпии у нас и пойдет основная тема этого видео. Это был 1988 год. Тогда проходили зимние олимпийские игры в Калгари. И вот в одном из своих выступлений Катарина решила выйти на лед в очень необычном и, по мнению некоторых очевидцев, даже неприличном и бесстыжем наряде. Она тогда была похожа на какую-то общипанную курицу с голыми ногами. Этот костюм, конечно, произвел большое впечатление на зрителей, но больше всего были шокированы, конечно же, судьи, которые даже не знали, как нужно реагировать на такое безобразие. Фигуристку за такой костюм никто, конечно, наказывать не стал. И она спокойно завоевала свою вторую олимпийскую медаль. Так или иначе, но это не прошло бесследно, потому что по завершению того турнира в регламент соревнований было добавлено так называемое правило Катарины, по которому все фигуристки, выходя на лед, должны были иметь юбку, которая бы прикрывала бедра и ягодицы. А тот наряд, в котором выступала Катарина, был сочтен слишком откровенным. Но по прошествию многих лет, часть этих правил все-таки была пересмотрена в 2003 году. Но согласно требованиям, фигуристкам все равно запрещено выходить на лед в слишком откровенных нарядах. Хотя, скорее всего, даже если бы Катарина тогда и не вышла в том откровенном костюме, ограничения по этому поводу все равно неизбежно бы возникли. Потому что именно на 1980-е годы пришлась настоящая революция в костюмах. И такая вот яркая и откровенная мода стала оказывать свое влияние и на спорт. И фигурное катание это стороной не обошло. Теперь костюмы в ледяном спорте стали обязательным элементом шоу. И фигуристки соревнуются теперь не только в том, кто откатается чище и лучше, но и в том, чей наряд будет более эффектным и запоминающимся. У Катарины Витт, например, в плане необычных эффектных костюмов, была американская конкурентка фигуристка Дебби Томас, которая тоже любила удивлять зрителей своими нарядами. А вот если посмотреть на то, что было 10 или 15 лет тому назад, то в то время все костюмы у фигуристок были очень скромные. Например, олимпийская чемпионка Дороти Хэмилл выступала в наряде, которое было сшито ей дома родителями. А на самой олимпиаде у нее был наряд, который ей сшила знакомая портниха. Стоимость этого костюмчика была всего 120 долларов. А в наше время фигуристки тратят на свои наряды в среднем от 1 до 5 тысяч долларов. И бывает даже, что такие костюмы заказывают у знаменитых модельеров.